Показать и представить свое видение жизни округа в этнокультурном центре стартовал прием заявок на конкурс видеороликов «Нао в кадре». Принять участие может каждый. Для этого нужно снять и смонтировать видеоролик о жизни родного края, культуре, спорте, замечательных людях, природных памятниках и других интересных объектах. Лучший ролик будет показан на первом кинофестивале коренных народов «Аргиш», а автора работы ждет достойный приз. Любовь нечасто берет в руки видеокамеру. Говорит, повода не было. Но на ближайших выходных обязательно отправится гулять по городу с мобильным телефоном. Она решила участвовать в конкурсе «Нао в кадре». Я планирую снять о городе, о интересных местах, ну и показать интересный путь. Ну то есть что-то вроде видеоэкскурсии. Какие места ты планируешь снять? Что это там будет вообще? Ну это, наверное, КДЦ, такие лидер, каток, может быть, боулинг. Конкурс проводит этнокультурный центр. С 4 по 6 апреля там пройдет кинофестиваль «Аргиш». Две режиссеры России, Норвегии и Канады покажут фильмы о коренных народах мира. Организаторы посчитали, что конкурс видеороликов будет кстати. И формат выбрали самый подходящий. Новый, современный и нашедший развитие во всем мире. «У нас в округе не проводится мастер-классов. У нас, как таковых, направленности видеопроизводства нету, потому что, может быть, округ маленький. И вот это как стимул, наверное, к толчку дальнейшему, чтобы кто-то себя нашел. Плюс, конечно, чтобы остались какие-то интересные моменты в нашем округе. Мне так интересно посмотреть, как люди видят наш округ». Конкурсу принимают работы любого формата. Интервью, репортаж, видеоклип, анимационный сюжет. Он может быть снят как на профессиональную камеру, так и на мобильный телефон. Возраст и социальный статус режиссеров-операторов тоже не имеет значения. Оригинальное видение жизни округа есть у каждого. Автора самого креативного, информативного и актуального ролика ждет ценный приз. Спонсоры конкурса уже передали его организаторам. «Этот планшет представлен более для молодежи. Идет с поддержкой карты памяти до 32 гигабайт и с поддержкой сим-карты. То есть, можете вставлять сим-карту для выхода в интернет». Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте этнокультурного центра. Работы принимаются до 24 февраля. Валентина Чибичик, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».